Приветики всем прокладкам-манчикам! Первое. Как определить, какая нужна капельность прокладки? Прокладка должна заполняться полностью за 3 часа. Если вы взяли 4-х капельную и она не заполнилась за это время, значит на следующие 3 часа берите 3-х капельную. Значит, если за следующие 3 часа и она не заполнилась, самое время для толстых ежедневок. Но если не заполняется ежедневка, то менять ее все равно нужно через 3 часа. А ночью можно через 6. Второе. Как выбрать прокладку на ночь? Нельзя брать прокладки с капельностью больше 5, потому что прокладку все равно нужно менять хотя бы через 4 часа. Вы можете проснуться, если вы крепко спите, то поставьте будильник. Нельзя спать с прокладкой на большую капельность 6 или 8, лишь бы не вставать и не менять. Всего 2-5 капельные или 3-4 или 3-х капельные заменят вам эту ненужную, дорогую и негигиеничную трату прокладок. 3. Безопасно ли использовать тампоны? Однозначно нет. Особенно если все окружающие не называют вас по поводу и без крайне перфекционистским созданием в плане гигиены. Под перфекционизмом в этом плане я имею ввиду крайнюю щепетильность и любовь к постоянному мутью, стиркам и даже в какой-то степени укрепленности в плане бактерий. Как понять, слишком ли вы докопчивый для идеальной чистоты человек? А. Вы можете постирать вещь, надея его всего лишь один раз ненадолго. В. Вам неприятно спать в постельном, которое не менялось больше 5 дней. В. Месячное вам хочется подмыться по крайней мере 15 раз в день. Если ни на один из вопросов теста вы не ответили «да», значит тампоны не для вас. Да, и само ощущение того, что оно внутри вас сушит, распирает, дает о себе знать, хранит остатки крови, довольно неприятно само по себе. И любая в течение жизни, конечно же, не раз слышала о СТШ. Если есть риск умереть, то не нужно махать на эту руку и думать, что с вами это навряд ли случится. Упомянуть здесь пример с надежностью презервативов. 85% гарантии, если он правильно надет, по размеру, правильно извлечен после, надевался только одной стороной, не затрагивая наружную часть изделия. А 15% на то, что вам просто не повезет. Просто потому, что этот способ контрацепции далеко не идеальный. Как все, как все почему-то привыкли считать и соответствовать, и советовать его тем, у кого, как говорится, беременна в 16. Можно ли пить таблетки или колоть уколы во время месячных? Есть это только не самые крайние случаи. Мигрень, послеоперационное состояние, диабет, давление и прочие состояния с угрозой жизни или крайне существенно нарушающие ее комфорт. В остальных случаях от обычных менструальных схваток лучше принять какие-то меры, как отвалите от меня, все дела, я полежу. Таблетки, особенно несироидные, противовоспалительные, разжижают кровь, могут впоследствии вызвать такое явление, как недостаточно правильную отслойку эндометрия, что чревато последствиями, особенно если злоупотреблять, обезболивающим пить их по несколько раз подряд в течение дня и несколько раз подряд в ближайшие 2-3 цикла. 5. Можно ли заниматься спортом во время этого периода? Не то, что нельзя. А даже если вам очень срочно нужно понять что-то тяжелее, грубо говоря, пакета молока, попросите помощи. В дни месячных не нагружайте рюкзак тяжелыми книгами. Не помогайте с покупками. Старайтесь не заниматься переездом, сборкой мебели и активным отдыхом. И само собой нельзя выполнять целенаправленные нагрузки на пресс, подтягивания, гантели, даже самые маленькие гантели под запретом. Также нельзя лечить зубы, прокалывать пирсинг, ходить к врачам за небольшими операциями, которые требуют местного наркоза. Если узнали хоть немного нового из этого ролика, это хорошо. Смотрите другие мои видео.